Орел, если весь будет вне сетит, но запутается воной одним когтем, то через эту малость не излагается вся сила его, и ловец может захватить его, лишь только захочет. Так и душа, если хотя одна столько страсть обратит себе одну страсть в навык, то враг, когда не вздумает, не излагает ее, так как она, по причине той страсти, находится в руках его. Не допускайте же, чтобы какая-либо страсть обратилась вам в навык, но подвязайтесь и молитесь Богу день и ночь, чтобы не впасть в искушение. Если же мы и будем побеждены, как человек, и впадем в согрешение, то постараемся тотчас восстать, покаемся в нем, восплачем перед благостью Божией, и будем бодрствовать и подвязаться. И Бог, видя наше доброе произволение, смирение и сокрушение наше, подаст нам руку помощи и сотворит с нами милость. Все случающееся должно возводить к Богу и говорить, ничего не бывает без воли Божией. Знает Бог, что то и то благо и полезно, потому и случается так. Из всего, что Бог творит, ничего нет такого, что не было бы блага, но все добро и добро зело. Итак, никому не должно скорбеть о случающемся, но возведши то к Богу. Успокаивайте. Есть некоторые люди, которые до того изнемогают от случающихся скорбей, что отказываются от самой жизни и считают сладкой смертью, лишь бы только избавиться от скорбей. Но это происходит от малодушия и от многого неразумия. Не знают они той страшной нужды, которая встречает нас по исходе души и тела. Один весьма ревностный брат спросил некоего старца, отчего душа моя желает смерти. Старец ответил ему, оттого, что ты не хочешь терпеть настоящие скорби, не зная, что грядущая скорбь гораздо тяжелее здешней. И другой брат тоже спрашивал старца, отчего я впадаю в беспечность, пребывая в теле своей. И тот сказал ему, оттого, что ты не узнал еще неожидаемого покоя и небудущего мучения. Ибо если б ты достоверно знал это, то хотя бы теле твоя была полна червей, так что ты стоял бы в них по самую шею, потерпел бы сие, не расслабевая. Но мы спя хотим спастись, и потому изнемогаем в скорбях, тогда как должно бы были благодарить Бога и считать себя блаженными, что сподобляемся немного поскорбеть здесь, дабы там обрести немалый покой. И Евагрий говорил, кто предается страстям и молит Бога, чтобы поскорее умереть, тот подобен больному, который упрашивает плотника, поскорее изрубить одр его, на котором он все же получал некое утешение в своем страдании. Ибо находясь в теле, там душа получает облегчение от страстей своих и некое утешение. Тут человек ест, пьет, спит, беседует, общится с друзьями своими. Когда же душа выйдет из тела, тогда остается одна со страстями своими. И потому всегда мучимо бывает ими, объято ими, она же гомо бывает их горением. И терзается ими до того, что и о Боге вспомнить не может. Это воспоминание о Боге могло бы утешать душу, как говорится в Апсалме, помянув Бога и возвеселился. Но до этого не допускают ее страсти. По здешним страданиям можете несколько понять, что есть и тамошняя мука. Когда, например, у кого-либо сделается горячка, то что палит ее? Огонь? Какой производит это жжение? Так и страстная душа всегда мучается там своим злым навыком, имея горькое воспоминание и томительное впечатление страстей, непрестанно жгущих и воспаляющих ее. Кто при том без ужаса может вспомнить страшные места мучений, огонь, тьму, безжалостных слуг мучителей и другие томления, о которых говорится в Писании, сожительство с демонами, для которых одних и уготован тамошний огонь? Да и один стыд осуждения, как сокрушителен и убийствен. Святой Златоуз говорит, если бы и не текла река огненная и не предстояли страшные ангелы, но только бы призывали все человеки на суд, и одни, получа похвалу, прославлялись бы, другие же отсылались бы с бесчестьем, чтобы не видеть им славу Божию, то наказание этим стыдом и бесчестьем и скорбь о лишении стольких благ не было бы ужаснее всякой гиены. Постараемся же очистить себя, чтобы избавиться от такого бедствия. Потребен, конечно, труд. И потрудимся, да, в обрящем милость. Когда кто, имея поле, оставит его в небрежении, не зарастет ли оно? И не тем ли более наполнится оно тернием и волшцами, чем более оно будет небречь он о нем? Когда же потом он захочет очистить свое поле от всякой худой травы, которой дал разрастись во времени родения своего, то не тем ли более окровавятся руки его, чем более он запустил его? Ибо ему предлежит не подрезать только траву, но с корнем повыдергать ее, потому что иначе она опять все будет вырастать, сколько ни подрезая. Так бывает и с душой нашей, когда не родим они, она зарастает всяким злым зелем страстей. И даже потом, попомнившись, возьмемся ощущать ее, неизбежен труд болезненный, ибо нам предлежит не отстать только от страстных дел, но искоренить самые навыки страстные. Но нет ничего хуже навыка страстного. Немалый подвиг, говорит Святой Василий Великий, преодолеть злой навык, ибо навык, укоренившийся долгим временем, часто получает силы естества. Должен не только отсесть в страсти, но и причины их. Потом хорошо удобрить устроение нрава своего покаянием и плачем, и тогда уже начать сеять доброе семя, то есть добрые дела. Ибо как бывает с полем, что если по ощущению удобрения его не посеять на нем доброго семени, то всходит сорная трава, и находя землю рыхлой и мягкой от ощущения, глубже укореняется в ней. Так бывает и с человеком, что если он, покаявшись в прежних своих делах, исправив нравы свои, не станет заботиться о приобретении добродетелей, то на нем сбывается сказанное в Евангелии о возвращении чистого духа, а опять в прежнее житье. Теперь очищенные, подметенные, уже с семью другими духами, а всего человеку тому бывает хуже прежнего. Каждый желающий спастись должен не только не делать зла, но обязан делать и добро, как сказано в псалме, уклонись от зла и сделай благо. Например, если кто был гневлив, должен не только не гневаться, но и приобрести кротость. Если кто гордился, должен не только не гордиться, но и стать смиренным. Ибо каждая страсть имеет противоположный ей добродетель. Гордость смиренно мудрия, скупость милосердия, блуд целомудрия, малодушие терпения, гнев – кротость, ненависть – любовь. Как прежде изгнали мы добродетели и восприяли вместо их страсти, так теперь должны мы потрудиться не только изгнать страсти, но и водворить себе вместо их добродетели. Мы, естественно, имеем в себе добродетели, данные нам от Бога. Ибо Бог в самом сотворении человека всеял в него все добродетели, как и сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию. Сказано по образу, поскольку Бог сотворил душу бессмертную и свободную. А по подобию относится к добродетели, как бы так. Святы будьте, ибо и я свят. Следовательно, добродетели по естеству нам, а страсти не принадлежат к естеству нашему, но привносятся в него, именно когда душа предается самоугодию, когда уклоняется от добродетели и водворяет в себе страсти. Хорошо сказал Ава Пимен, что преуспеяние монаха обнаруживается в искушениях, ибо монах, искусно приступающий работать Господу, должен приготовить душу свою к искушению, чтобы никогда не изумляться и не смущаться ничем скучающимся с ним, веруя, что ничего не бывает без промысла Божия. А в чем промысл Божий? То вполне благо и служит в пользе душевной, ибо все, что делает Бог, делает Он для нашей пользы, любя и милуя нас. И мы должны, как сказал апостол, за все благодарить. Благость его и никогда не печалится, и не малодушевствовать о случившемся с нами. Но все, что с нами бывает, принимать без смущения, со смиренно-мудрем и с надеждой на Бога, веруя, что все, что не делает с нами Бог, делает по благости своей, любя нас и во благо нам. Если кто имеет друга и уверен, что он любит его, то никогда потерпит, что от него даже и тяжелое, думает, что тот сделал это любя и никогда не поверит о своем друге, что он хотел ему повредить. Тем более должны мы думать о Боге, который создал нас и привел нас из небытия в бытие, воцеловечился нас ради и умер за нас, что он делает все с нами по благости своей и любя нас. А другие, ну и может подумать, он все делает любя и жалея меня и всегда готов так поступать. Но у него нет столько благоразумия, чтобы всегда все, касающееся меня, устроять хорошо. Оттого случается, что он нехотя вредит мне. О Боге же мы не можем этого сказать, ибо он есть источник премудрости, знает все, что нам полезно, и сообразно с этим устрояет все, касающееся нас, даже и самое маловажное. Опять о друге можно сказать, что он хотя любит и жалеет нас и довольно разумен, чтобы устроить относящиеся к нам, но не в силах помочь нам в том, в чем он думает принести нам пользу. Но о Боге нельзя сказать и этого, ибо ему все возможно, и для него нет ничего невозможного. Согласно всему этому мы должны все случающееся с нами принимать с благодарностью, как исходящее от Бога, благодетеля и благого владыки, хотя бы то было и прискорбное. Если кто перенесет искушение с терпением и смирением, то он пройдет без вреда для него. Оно. Если же он будет малодушествовать, смущаться, обвинять каждого, то он только отягощает себя и никакой не получает пользы, но лишь и вредит себе. Тогда как искушение большую приносит пользу тому, кто переносит их без смущения. Мы не должны смущаться даже и тогда, когда смущает нас страсть. Чем удивиться тебе, страстный, и зачем смущайся, когда тревожит тебя страсть? Ты сам же образовал ее в себе, самоохотно имеешь ее в себе и смущаешься. Принял залоги ее и говорю, что еще ради она смущает меня? Лучше терпи, подвизайся и моли Бога помочь тебе. Не иметь же прискорбных нападений от страсти невозможно тому, кто исполнял страсти. Сосуды их, как сказала Васисой, находятся внутри тебя, отдай им залог их, и они отойдут от тебя. Так как мы возлюбили и привели в действие, то и невозможно нам не пленять со страстными помыслами, понуждающими нас, и против воли нашей исполнять страсти, потому что мы добровольно предали себя в руки их. На кого восстают страстные помыслы, прежде чем станет он действовать по страсти, тот еще в своем городе. Он свободен и имеет себе помощников в Боге. Почему, как только смириться при этом пред Богом и немного поборется, то помощь Божья явится освобождать его от нападения страстей. Если же кто не станет бороться и, поблажив себе, предастся плотскому услаждению, то помощь Божья отступает от него и страсть увлекает его к делу страстному. А за этим последует то, что он по неволе уже будет служить страсти той. Повествуется, что когда одного ученика великого некоего старца постигла плотская брань, и старец, видя труды его, сказал ему, хочешь ли я помолюсь Богу, чтобы он облегчил тебе эту брань, то ученик тот ответил ему, хотя мне тяжело и притрудно, отче, но вижу в себе плот от труда. Почему моли Бога, чтобы он дал мне терпение? Старец сказал ему на это, теперь я познал, что ты преуспеваешь и превосходишь меня. Таковы истины, хотящие спастись. И вот что значит нести со смирением иго и искушение. 90. Когда Бог послал Моисея извести израильтян из Египта и рабства фараона, тогда фараон еще более обременил их работой. Так и дьявол, когда видит, что Бог умилосердился над душой, готов ее помиловать и облегчить от бремени страстей, тогда еще более отягощает ее страстями и сильнее борет ее. Но отцы, зная сия, укрепляет человека своим мучением и не допускает его предать все боязни, мужайтесь, и доукрепляется сердце ваше всеуповающее на Господа. Страх Божий побуждает душу хранения заповедей, и посредством заповедей созидается дом душевный. Убоимся же Бога и созидим в себе домы, чтобы найти защиту во время зимы дождей, молний и громов, потому что великое бедствие терпит зимой не имеющий дома. Как должно создать дом душевный? Этому можно учиться из построения дома житейского. Строящий дом возводит стены со всех четырех сторон, а не об одной только стене заботится, иначе понапрасну будет он тратить и сдержки, и труд. Так и человек, желающий создать душевный дом, не должен не родить ни об одной стороне своего здания, но ровно и согласно возводить оное. Это то значит, сказанное Аввайю и Иоанном, «Я хочу, чтобы человек каждый день приобретал понемногу от всякой добродетели, а не так, как делают некоторые, которые, держась одной добродетели и пребывая в ней, только ее одну и исполняют, а о прочих не заботятся». Возводится же душевный дом ровно и стройно со всех сторон. Таким образом, сперва надлежит положить основание, которое есть вера, ибо без веры невозможно угодить Богу. И потом на этом основании строить здание равномерно, именно. Случилось ли послушание? Должно положить камень послушания. Встретилось ли огорчение от брата? Должно положить камень долготерпения. Представился ли случай к воздержанию? Должно положить камень воздержания. Так от всякой добродетели, для которой представляется случай, должно полагать здание по камню. и таким образом возводить его на и со всех сторон, полагая в здание то камень сострадания, то камень отсечения своей воли, то камень кротости и так далее. Но при всем том, должно позаботиться о терпении и мужестве, ибо они суть краеугольной камни. Ими связуется здание и соединяется стена со стеной, не давая им наклоняться и отделяться одной от другой. Без терпения и мужества никто не может совершить ни одной добродетели. Почему и сказано терпением вашим спасайте души ваши. Строящий дом на каждый камень кладет известь, ибо если он положит камень на камень без извести, то камни выпадут и дом обрушится. Известь в душевном созидании есть смирение, потому что она берется из земли и находится у всех под ногами. А всякая добродетель, совершаемая без смирения, не есть добродетель. Об этом сказано и в отечнике. Как корабли, корабля нельзя построить без гвоздей, так и спастись нельзя бессмеренно мудре. В доме обычном есть кровля. Кровля дома душевного есть любовь, которая составляет совершенство добродетелей. Так же, как и кровля дома, есть завершение дома. Кругом кровли идут перила, чтобы, как говорит закон в 2 законе 22.8, дети не падали с кровлей. Перила в здании душевном суть трезвение, внимание и молитва, а дети помышления бывающие в душе, которые хранят трезвение и молитва. 95. Но в деле этого созидания нужно еще одно, именно, чтобы сдатель был искусен. Ибо если он не искусен, то может покривить стену, и дом когда-либо обрушится. Искусен тот, кто разумно совершает добродетель, ибо случается, что иной и подъемлет труд доброделания, но того, что неразумно совершает труд, этот губит его сам или постоянно портит дело, и таким образом здание не доводит до конца, оно только строит и разрушает. Вот один пример из многих. Если кто постится или подсчиславил, или думает в себе, что совершает особенную некую добродетель, то таковой постится неразумно. И потому начинает после укорять брата своего, упочитая себя чем-то великим. И оказывается, что он не только положив один камень, снял два, но находится в опасности разрушить и всю стену через осуждение ближнего. А кто разумно постится, тот не думает, что совершает особенную добродетель и не хочет, чтобы его хвалили, как постника, но думает, что через воздержание приобретется во мудре, и посредством этого придет смирение, как говорят отцы. Путь к смирению суть труды телесные, совершаемые разумно и прочее. Таковой оказывается искусным сдателем, могущим прочно построить свой дом. Не увлекайся помыслами, будто добродетель превышает твои силы и неисполнимы для тебя, но воодушевясь верой, дерзновенно положи начало, иви перед Богом доброе произволение и старание, и увидишь помощь, которую Он подаст тебе для совершения добродетелей. Представь себе две лестницы, одна возводит на небо, а другая не изводит в ад. Ты же стоишь на земле посреди обеих лестниц. Не думай, не говори, как могу я возвететь от земли и очутиться вдруг на высоте неба, то есть наверху лестницы. Ты только берегись спуститься вниз, сделай худо, верженно призайся, поднимайся понемногу, делая добро, какое встречается. Каждое дело будет с одной ступени на другую, достигнешь наконец и верха лестницы. Если будем искать, то найдем, если будем просить, получим, ибо Евангелие говорит, просите и дастся вам, ищите и найдете, стучите и откроется вам. Сказано, просите для того, чтобы мы в молитве призывали Бога на помощь. А ищите значит, чтобы мы увидев, как приходит добродетель и что приносит ее, соответственно сему употребляли свои усилия на приобретение ее. Стучите же значит исполнять заповеди, ибо всякий, кто толкает, толкает руками, а руки означают деятельность. Итак, мы должны не только просить, но искать и действовать, стараясь по апостолу быть готовыми на всякое дело доброе, то есть имея полную готовность разумно исполнять волю Божию, как он хочет и как ему угодно. Апостол заповедал испытывать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, чтобы потом и действовать по ней. Какая же есть воля Божия, благая? Та, чтобы любить друг друга, быть сострадательными, творить милостыню и тому подобное. Вот воля Божия, благая. А какая есть воля Божия, благоугодная? Не всякий, делающий что-либо благое, делает это благоугодно Богу. Существуется, например, что кто-нибудь находит сироту убогую и красивую собою, она нравится ему по красоте своей, он берет ее и воспитывает, хотя как сироту убогую, но вместе и как красивую собою. Вот это воля Божия и благая, но не благоугодная. А благоугодная та, когда кто делает дело милосердия, не по какому-либо побуждению человеческому, но ради Бога, заповедавшего это, ради самого добра, из одного сострадания, сие благоугодно Богу. Совершенная наконец воля Божия еста, когда кто творит дело милосердия, не со скупостью, не с леностью, не с презрением, но всей силой и всем произволением, творя милость так, как будто принимал сам, и так благодетельствую, как будто бы сам принимал благодеяние. Тогда исполняется совершенная воля Божия. Вот как исполняет человек волю Божию благую и благоугодную и совершенную. Есть два вида чревоугодия. Первый, когда человек ищет приятной пищи, не всегда хочет есть много, но желает вкусного. Второй, когда кого борет много едение, и он не желает хороших снедий, и не заботится о вкусе их, но хочет только есть, есть, не разбирая, каковы пищи, и заботится только о том, чтобы наполнить чрево. Первый называется гортаем обесием, а второй чревобесия. Кто хочет восприять пост в очищении грехов своих, то должен избегать обоих этих видов чревоугодия, ибо ими удовлетворяется не потребность тела, а страсть. Если кто предается им, то это меняется ему в грех. Не только, однако, сказанное перед этим правило, о пище должны мы соблюдать постясь, но должны удерживаться от всякого другого греха, чтобы как постимся чревом, поститься нам и языком, удерживаясь от клеветы, от лжи, от празднословия, от уничижения братья, от гнева и от всякого другого греха, совершаемого языком. Должно также и глазами поститься, то есть не смотреть на суетные вещи, не давать глазам свободы, ни на кого не смотреть без стыдно и без страха. Также и руки и ноги должны удерживать от всякого дела злого. Какую цель должны мы иметь, когда посещаем друг друга? Во-первых, мы должны посещать друг друга по любви, во-вторых, для того, чтобы слышать Слово Божие, потому что во множестве братьев лучше познается Слово Божие, когда чего не знает один, то знает другой, и первый, спрашивая его, также узнает это. Наконец, для того, чтобы узнавать свое душевное устроение и состояние и заимствовать примеры жития от других, как делал святой Антоний, от одного заимствования кротость, а от другого смирения, от иного безмолвия. И таким образом собирая в себе добродетели каждого из посещаемых, при виде других больше всего должно избегать подозрительности, от которой происходит пагубное осуждение, и имея множество опытов, подтверждающих ту истину, что всякий сует о других по своему устроению. Приведу пример. Положим, что кому-либо случилось стоять ночью на каком-либо месте, и мимо его идут три человека. Увидели его, один из них думает, он ждет кого-либо, чтобы пойти и соделать блуд. Другой, это должно быть вор. Третий, он сговорился с кем-либо из ближайшего дома вместе пойти куда-либо на молитву и ждет его. Вот трое видели одного и того же человека на одном и том же месте, однако ж ни одно и то же возымели о нем мнение. Но один одно, другой, другой, третий еще иной, и очевидно, каждый сообразно со своим душевным состоянием. Как тела черно-желчные и худо-сочные каждую пищу, которую принимают, притворяют в худые соки, хотя бы пища была и полезная, так и душа, имеющая худой нрав, получает вред от всякой вещи, хотя бы встречаемые вещи и хороши были. А имеющий добрый нрав подобен тому, кто имеет тело добросочное, при котором, если он и съест что-либо вредноватое, то оно образуется у него в хорошей соке. Так и мы, если имеем добрый нрав и находимся в хорошем душевном настроении, то можем от каждой вещи получать пользу, хотя бы вещь эта и не была полезна. Слышал я о некоем брате, что когда он приходил к кому-либо из братьев и видел келью его невыметенной и неубранной, то говорил себе блажен этот брат, что отложил заботу обо всем земном и так весь ум свой устремил к горе, что не находит времени и келью свою привести в порядок. Даже если приходил к другому и видел келью его убранную и выметенную и чистую, то опять говорил себе как чиста душа этого брата, так и келья его чиста и состояние келья согласно состояниям души его. И никогда не говорил он ни о ком, этот неродив или горд, но по своему доброму настроению всех видел добрыми и от всех получал пользу. Благой Бог да подаст и нам такое же доброе настроение, чтобы и мы могли получать пользу от каждого и никогда не замечать пороков ближнего. Наставление обучаемым иночеству. 105. Если ты пребываешь в послушании, то никогда не верь своему сердцу, ибо оно ослепляет ветхими пристрастиями. Ничем не следуй своему суждению и сам ничего не назначай себе без вопрошения и совета. Не думай и не предполагай, что ты лучше и праведнее своего наставника. И не исследуй дел его. Поступая так, ты будешь повиноваться спокойно и безопасно идти путем отцов наших. Понуждая себя во всем и отсекай волю свою и благодати и христовую через обучение, войдешь в навык отсечения своей воли. И потом будешь делать это без принуждения и скорби, так что у тебя будет происходить как ты хочешь. Не желай, чтобы все делалось так, как ты хочешь, но желай, чтобы оно было так, как будет. И таким образом будешь мирен со всеми. И веруй, что все случающееся с нами до самого малейшего бывает по промыслу Божию, и тогда ты без смущения будешь переносить все находящее на тебя. веруй, что бесчестие и укоризны суть лекарства врачующих гордость души твоей, и молись об укоряющих тебя, как об истинных врачах души твоей, будучи уверен, что тот, кто ненавидит бесчестие, ненавидит смирение, и кто избегает огорчающих его, тот убегает к ротости. Не желай знать пороков ближнего твоего, и не принимай на него подозрений, внушаемых тебе врагом, возникает в тебе по порочности наши, то старайся обращать их в доброе помышление. Благодари за все и приобретай благость и святую любовь. Более же всего будем все хранить совесть свою во всем, в отношении к Богу, к ближнему и к вещам. А прежде чем скажем или сделаем, что будем испытывать, согласно ли оно с волей Божией, и тогда помолившись, скажем или сделаем то, повергая немощь своей перед Богом, со спрашиванием помощи Его. Если хочешь, чтобы святые по вере мышления в нужное время оказывали свое успокоительное действие на пресечение неправых движений, мыслей и чувств, то поучайся в них всегда, почасту проходя их мысленно, и веруй в Богу, что обретешь покой. Также молитву растворяй по учениям, постарайся преуспеть в этом, чтобы когда случится и скорбь телесная или духовная, ты мог перенести ее без печали, без отягощения и с терпением. Когда услышишь, будто ты сделал то, что не делал, то не делись ему и не огорчайся, но точно со смирением поклонись сказавшему тебе это, говоря, прости меня и помолись о мне. И потом молчи, как сказали отцы. А когда он спросит тебя, правда ли это или нет, тогда поклоняйся смирением скажи поистине как было дело. Я сказал опять поклонись со смирением и скажи прости меня и помолись за меня. Если при встрече или столкновении с братьями не можешь ты прибыть в неизменном расположении духа, то по крайней мере старайся ничем не соблазнять, никого не осуждать, не злословить, не подмещать за словами, делами или движениями брата, что не принесет тебе пользу, но лучше старайся из всего извлекать себе назидание. Знаешь, кто бывает борим каким-либо помыслом или скорбит от оного и не исповедует его, тот сам укрепляет его против себя, то есть подает помыслу этому силу более бороть и мучить его. Если же он исповедует его и станет бороться и сопротивляться помыслу своему и делать противное ему, то страсть ослабеет и не будет иметь сил бороть его и наносить ему печали. А потом мало-помалу подвязаюсь и получаю помощь от Бога, он преодолеет и самую страсть. Ава Пимен сказал, что бояться Бога, молиться Богу и делать доброе дело суть три главные добродетели. Бояться Бога поставил он на первом месте, потому что страх Божий предшествует всякой добродетели, ибо начало премудрости страх Господень, Псалом 110, 10, и что 15-27. Молиться Богу сказал он потом, потому что человек сам собой не может ни сделать что-либо благое, ни приобреть добродетели, но во всем нужна ему и помощь Божия при всем его собственном старании, возбуждаемым страхом Божьим. А благотворить ближему сказал он в конце потому, что это есть дело любви, которое сверх совершенства христианского. 111. При бесчувствии души полезно часто чтение Божественного Писания и умилительных слов богоносных отцов, памятование о страшном суде Божием, об исходе души из тела и об имеющих встретить ее страшных темных силах, с которыми она делала зло в этой маловременной и бедственной жизни. Божием. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...